Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. Самарский гольф вырос из маленьких штанишек. За последние несколько лет в Самарской области стал популярным мини-гольф. Спортсмены поднимаются на пьедесталы почета всероссийских соревнований. Теперь наступила пора классического гольфа на больших полях. Возможно ли это? Мастеру Спорта расскажут. Владимир Фисенко, руководитель Самарского отделения Ассоциации Гольф России и Денис Жеребков, вице-президент Ассоциации Гольф России. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и первый вопрос, жду ответа. Возможно ли, чтобы наконец-то гольф, о котором так мечтают самарцы, появился в Самаре? Есть небольшое поле, которое мы вчера посетили, посмотрели. Там необходимо добавить буквально немножко конструктивных изменений. И в общем-то в 2012 году небольшое сообщество гольфистов начнет играть уже в Самаре в настоящий гольф. Это Малоцаревщина, центр отдыха и спорта «Склон». Наше поле будет реконструировано, то есть облагорожены лунки, где появятся искусственные трава. А со стороны Ассоциации Гольфа мы получили добро на то, что это поле будет аккредитовано. То есть мы можем проводить на нем официальные спортивные соревнования. Ребята, а мы основной упор делаем на молодежь, уж честно скажем, это наша надежда, это наше будущее. Могут получать и определенные разряды, и гандикапы, это числовой такой показатель текущего уровня мастерства гольфиста. И могут уже претендовать на участие во всероссийских соревнованиях. Вот вы правильно сказали, что этап мини-гольф у нас уже, можно сказать, завершился. Ну как сказать, что на достаточном уровне у нас шесть членов, пять членов юниорской сборной России участвовали и в первенстве мира, и в первенстве Европы. Вот один кандидат во взрослую. И мы надеемся, что в будущем году наш регион станет базовым, как говорится, регионом по подготовке мини-гольфистов. Но на настоящем этапе, на будущем этапе мы заинтересованы в гольфе, потому что мини, он от слова мини и, как говорится, произошел-то просто-напросто. Денис, вот перебью Владимира, вы посмотрели площадку спортивную, да? Вот ваш взгляд, что там нужно сделать? Прозвучала искусственная трава, искусственная трава прямо вот пластмассовая будет или какой-то газон посеянный? Вот поподробнее об этом расскажите, какие стандарты, чтобы было понимание. Ну, если вы знаете гольф, если мы берем одну лунку из 18 стандартного поля, она состоит из стартовой площадки, так называемой Ти, потом путь от Ти к лунке непосредственно, он называется Фэрэвэй, и вот в конце находится такая площадка Грин, где уже мячик закатывается в лунку диаметром 11 сантиметров. Ну и стоит флажочек, естественно, чтобы можно было видеть. Так вот, по международным правилам разрешается использовать искусственную траву вот на таких гринах, да? Значит, и поле при этом остается как в футболе, да? То есть есть естественный газон, есть синтетический, так же и в гольфе. Вот, поэтому вот это поле на горнолыжном склоне, там есть 4, скажем, лунки, это не 18, конечно, да? Уровень региональных соревнований, да? То есть вы можете, вы будете проводить эти соревнования Переса, чемпионата в морской области. Конечно, всероссийские соревнования пока мы там не сможем проводить. И, соответственно, вот стартовая площадка будет синтетическая, Фэрэвэй будет естественный, и, значит, вот Грин непосредственно тоже будет синтетический. Главное, чтобы длина поля соответствовала тем критериям, которые мы передаем Федерации. А какие критерии? Ну, длина должна быть на 9 лунок не короче 1350 метров. Соответственно, 4 лунки, если мы поделим, там уменьшим, ну, порядка 500 метров, 500-600 метров, да, если поделить. Вот такая длина должна быть на эти все 4 лунки суммарно. Вот, тогда мы сможем аккредитовать это поле, на нем смогут получать гольфисты-гандикапы. Это поле можно будет внести в реестр всероссийских спортивных объектов. На нем, соответственно, я уже говорил, можно будет проводить региональные, межмуниципальные, муниципальные соревнования, отбирать сборную команду в Самарской области, спортсмены которой уже поедут на наши всероссийские соревнования. Строительство поля когда начнется? Большого или вот этого, реконструкция, оно уже есть, но там нужно вот поправить вот эти вот, поменять естественную на искусственную траву. Так это когда будет происходить? Ну, я так понимаю, как весной сразу же, потому что это не так, это максимум месяц работы, то есть это же ландшафтный дизайн, да, то есть как бы это не так долго. То есть, в принципе, весной уже можно приезжать туда тренироваться, и какие-то первые соревнования будут летом на этой площадке? Ну, наверное, с июня можно говорить вот о том, что можно будет, наверное, оно откроется и можно будет уже играть. Какая-то инфраструктура еще будет, кроме поля? Ну, там существует для горнолыжных вот всех этих дел. То есть, вот на базе горнолыжной будет гольф? Да, да, это такая практика международная, то есть летом гольф, а зимой горные лыжи. Достаточно много в Европе вот таких комплексов, поэтому инфраструктура работает круглый год. И отель, и питание, и так далее, и так далее. Самарская область, наверное, номер один после Москвы по мини-гольфу. Я думаю, мы уже ее обгоняем. Нет, я... Дело в том, что я гольфист, а мини-гольф – это отдельная дисциплина, она тоже внутри гольфа, но в мире это два отдельных вида спорта. У нас мяч летит и потом катится, а у них только катится. Хотя вот сегодня я видел одну лунку, где даже мячик полетит, но не очень далеко. Вот, поэтому мы сейчас все наши федерации, у которых 29 в стране, ну, порядка там, наверное, 10-15 у нас таких мини-гольфических, и мы их сейчас переориентируем все-таки на гольф, чтобы появилось небольшое гольф-поле, появились там, значит, гольфисты, тренеры, и, соответственно, спортивная школа и так далее, и так далее. Две разные дисциплины. Где тренеры, где спортсмены? Владимир, вот у вас же хотелось комментарий получить по этому вопросу. У нас, спасибо руководству, вновь вернувшего прежнее название педагогического университета, именно вот спортфака, там мы уже четвертый год ведем курс по гольфу, ну, там он и мини-гольф, и гольф, да, по выбору. И очень приятно, что если на первых двух годах там было по одной группе, которые приходили, то в этом году их уже стало три группы. И, в общем-то, ребята проявляют такой очень значительный интерес просто-напросто. То есть, я надеюсь... То есть, тренеры будут? Да, да, конечно. Я добавлю на всероссийском уровне, что мы делаем. Постараюсь коротко. Во-первых, у нас есть университет РГУВК, спортивный, центральный, который находится в Москве. В 1998 году мы открыли там специализацию по гольфу. Потом она преобразовалась, эта специализация, в кафедру теории и методики гольфа. И мы там готовили и гольфистов, и мини-гольфистов. То есть, студенты в 17-18 лет приходили к нам, неважно, приходили они из мини-гольфа или из гольфа. Соответственно, программа так была построена, и сегодня она также построена, что если ты тренер по гольфу, то есть, если ты гольфист, то для тебя больше будет на гольф, то есть, ориентация. Если ты мини-гольфист, то немножечко, соответственно, идет в другую сторону. Но в итоге ты получаешь диплом тренера по гольфу, мини-гольфу. И тренер-гольфист, скорее всего, может легко быть тренером-мини-гольфистом. А вот тренер-мини-гольфист, ему немножко посложнее, потому что ему надо все-таки освоить игру. Но за 3-4, 5 или 6 лет, если ты магистр, все наши мини-гольфисты осваивают технику гольфа, методики и так далее. Что касается сейчас, то для нас это очень важно. Мы, наш президент, вот новый, ну как уже новый, два года, Виктор Борисович Христенко, для него определились три направления основных развития гольфа на ближайшее время. Это гольф в школах, вообще образовательных. И там как раз гольф, мини-гольф, все переплетено. И в этой программе мы не только обеспечиваем школы материально-техническим обеспечением, там, инвентарь, оборудование и так далее, пришкольное, внутризальное, там, пластиковое, но и ведем вот программу по повышению квалификации, по переподготовке преподавателей физической культуры. Обычных, вот, кто работает в школах. И у нас очень хороший пример. В 98-м году мы такой пилот, 98-2000-м, мы делали такой пилотный проект в Москве, по результатам которого сейчас один преподаватель физкультуры, вот прошло уже много лет, 16-17 лет, он вошел в список сборной команды как тренер сборной команды России по гольфу, преподаватель физкультуры, он до сих пор преподаватель физкультуры. Значит, и его двое детей, 15-16 лет, они члены сборной команды России по гольфу. Вот, то есть, вот, пожалуйста, пример. То есть, из учителя физкультуры, да, из обычной секции человек может вырасти и сам, и своих детей довести до спортивного, до профессионального уровня, совершенно верно. Спортсмены будут переходить, вот, ваши чемпионы и сборники из мини-гольфа в гольф? Или все-таки есть потенциал отдельно, спортсмены будут именно гольфисты? Как будет решаться проблема? Я думаю, что у тех, кто занимается мини-гольфом, будет выбор, или остаться заниматься мини-гольфом, или получать более, как говорится, благородную и более успешную специальность гольфиста, да, да, да. Я думаю, что они на этом уровне. И, наверное, уже мы части будем сразу, кому ребятам понравится, что именно гольф. То есть, мы их мини-гольфом очень не будем. Да, это был Гольф на телеканале Самары Гиз в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках в Горде С. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова